Визит сенаторов в Балаково – событие нерядовое, и внимание к нему было приковано нешуточное. Накануне Дня химика представители Совета Федерации посетили Балаковский филиал АО «Апатит». Один из этапов рабочей поездки – экскурсия по промышленной площадке. Новый склад готовой продукции, построенный в прошлом году для хранения гранулированного сульфата аммония, уже не самый молодой объект на предприятии. Рядом с ним, в рамках модернизации двух систем цеха фосфорных удобрений, уже вырастают новые агрегаты. Вот-вот завершится модернизация одной из серно-кислотных установок. Повышение эффективности химических производств, их роль в развитии отечественного агропромышленного комплекса, повышение его технологического суверенитета и увеличение объемов поставок удобрений аграриям, сенаторы обсудили в ходе совещания. В 15 лет более чем в 2,5 раза увеличился объем внесения удобрений. У нас колоссальные результаты. Последние два года мы видим рекордный урожай. Задачу президента поставил еще увеличить объемы и внутреннего производства, и экспорта. Поэтому без увеличения объемов по удобрениям этих задач добиться будет очень сложно. По словам Александра Двойных, рекордный урожай, которыми славится отечественная ПК в последние годы, это заслуга не только аграриев, но и всей химической отрасли. Компания «Фосагра» является лидером отечественного рынка. Каждая третья тонна удобрений, внесенных в российские поля, произведена на предприятиях группы. В этом году в их развитие будет направлено 73 миллиарда рублей. По словам генерального директора «Фосагра» Михаила Рыбникова, именно Балаковский завод становится центром корпоративной инвестиционной жизни. Здесь у нас очень интересный проект, который, с одной стороны, направлен на увеличение переработки апатитового концентрата, на рост производства фосфорной кислоты, и, второе, на дальнейшее увеличение производства серной кислоты, которая обеспечит предприятие полностью этим важным сырьем. Кроме того, у нас значительно увеличивается количество продукции, то есть физической массе это более миллиона тонн, то есть здесь мы будем производить 3,5 миллиона тонн, а второе, что мы выходим на абсолютно гибкое производство, на полную линейку минеральных удобрений. Продукция «Фосагра» востребована в более чем 100 странах мира на всех обитаемых континентах. Она соответствует ведущим мировым стандартам качества и безопасности. На совещании с представителями федеральных Минпрома и Минсельхоза сенаторы обсудили перспективы развития компании, ее вклад в социально-экономическое благополучие регионов, подготовку профессиональных кадров, в том числе для аграрной отрасли. Мы поддерживаем инициативу «Фосагра» с точки зрения профессионального и высшего образования, потому что о тех, кто будет работать на предприятии, надо думать еще тогда, когда потенциальный сотрудник идет в школу или в детский сад. Это позволяет готовить более компетентного специалиста. Образовательную парадигму «Фосагра» школа, колледж и вуз предприятия высоко оценили сенаторы и во время их визита в подшефную среднюю школу номер 25. Ребята по окончании профильных классов поступают в лучшие вузы страны и приходят работать на предприятия группы. Гости наградили лучших выпускников за отличные результаты в учебе, а по итогам совещания приняли к сведению наработанной командой «Фосагра» практикоориентированный подход для подготовки молодых специалистов.